Алло, друзья, здравствуйте, я и моя верная сторонница, подруга и продолжатель Антонина, на связи, очень впереди началась с невинного разговора, а закончилась очень серьезно, присылает фотографию, знал бы я, чем закончится разговор, ага, вот, я немножко взял и удивился, что она моя ученица, но тем не менее, вот он мощный манджурский орех, и тут за клумба, то противник, чего я являюсь и буду являться, вот, теперь начинается невинный разговор, вот, а заканчивается, ну, сейчас поймете, грандиозными проблемами. Валерий Константинович, я по поводу клумбы, значит, рос только орех, ну, там, может быть, метр-полтора от него, там, пионы сзади, такие вот, многолетники, потому что не знал, куда воткнуть и воткнула. Он был очень маленький весной и заморозок убил полностью листочки. Дочь пришла и говорит, ну, давай хоть цветочки посажу, купим рассадочку, они такие однолетние, это, по периметру-то, ну, что, вздох называется? Ну, мы посадили. Потом мороз убил и цветочки эти, ну, как бы, еще там прихватил их, они очень такие нежные, некоторые из них. Как ни странно, они потихоньку восстановились, и орех вот так пошел, вы не поверите, он был всего 30 сантиметров высотой, и вот сейчас такой вымахал. Поэтому я знаю ваше мнение, я даже стараюсь между абрикосами вот не садить ничего, просто мы выкашиваем и все, оставляем как такой, ну, такой вот, как вот здесь на фотографии. Где газончик, где, может быть, земля-пролет, ну, высокую траву не оставляем, ну, и ничего не садим. Поэтому у меня даже грядка от любого абрикоса на расстоянии полтора метра, вот, и даже сейчас они крупнее становятся, деревья, я буду просто грядки убирать, буду делать широкие проходы. Потому что, как вы сказали, я же через два метра садила, мне пришлось их понатыкать, а они выжили, они все выжили, поэтому с перспективой на будущее, это просто вот случайность, эти цветочки выжили, их тоже морозом как бы убило. Вот, а орех полностью был, вот, четыре ореха, как бы все совсем, ну, три восстановились, пошли из тволика, а один пошел от корня, и вот они все такие красавцы. Меня особенно радует там, где пчелы, и еще там орех растет. Вот, ну, улито ставить можно, я все равно в метре, в расстоянии от этого улики ставлю. Ну, понимаешь, нежелательно ходить близко, но все равно приходится, потому что участок всего двенадцать соток, что могу, то как бы и расчет. Первая остановка разговора, почему улей и орех считаются вещи несовместимые. Наверное, вам придется это или доказывать, или опровергать, ну, по крайней мере, наблюдать. Вот, а орехи, когда ваши три или четыре вырастут, вы посмотрите, что за полгода получилось, да еще после того, когда он якобы замерз. Вот, но морозовский орех, это уникальное дерево, о чем мы говорить будем в другой раз, и говорили десятки раз. Вот, а пока продолжаем тему, потому что грандиозная тема впереди. Я жду все-таки от вас ответа, когда поправитесь, ответьте, я все больше и больше рассуждаю просьбу директора, не оставьте нас, помогите нас, мы открываем агрономический класс. И мне вообще-то удивительно, как бы речи-то об этом не было, я с вами переговорила что-то там, что по программе школьной, а они прям умоляют, помогите нам, не бросайте нас. Мне это удивительно, но я не думаю, что нужно вот так же, как раньше, мне со всей душой вкладываться, хотя директор прям настроена. Я как бы это опять не превратилась, так сказать, в социальный пиар, вот в чем дело, потому что ей хочется себя как-то обозначить. Она недавно пришла, вижу, что ее желание, вижу, что она хочет это, как сказать, продвинуть. А вдруг это наконец-то наш человек. Помните, когда при школьном участке высадили мои эти косточки, сеянцы, помните, как у вас пытались отнять, нет, не работаю, работали вы, отнять у вас имидж, основательницы, переоткрывательницы школьного образования, настоящего. Как вас отстраняли, а, Антонина? А сейчас новый директор, скорее всего, она нечего, а может, это наш человек, а может, она с нашего кружка, или хотя бы молчаливого члена кружка. А даже если человек хочет прославиться, надо использовать это, я тоже хочу прославиться. Вот. И вы знаете это. Другое дело, что бодливой корове, знаете, чего не хватает? Рогов. Продолжаем разговор. Я могу, но вряд ли у меня найдется столько сил, как вы говорите, а писать по поводу программы, как-то что-то расписать, посоветовать я могу. Но чтобы углубиться, как я с Адом писала и проекты, и расчеты делала, и много там, что вложила, и сейчас осталось практически там 16 деревьев. Ну, никогда не бывает результат 100%, и не надо вытрясать из фиг все. Мы все-таки свою нишу в этом мире, как говорится, заняли. Я хотела, у меня хоть что-то получилось дома. Ну, получается с вашей помощью. Вот. Ну, а на вас только молиться остается, потому что здоровья вам, потому что... Так, спасибо, не дождетесь. Это само собой. Вот. Директор видит ваши 16 деревьев, что это ваше сделало, делали. Значит, она, наверное, дает себе отчет, что это все-таки не так просто, как казалось. Помните, все было против. Вот. И мыши были против этих же абрикосов. Много было против. Вот. Да, и потом, семенядик всегда дитя без глазу. Ладно. Но все-таки вы ее вдохновили. Что ей надо передать, если будет разговор? А он должен быть, она же попросила у вас программу. Да вся программа. Уже ли зал выписать 100, 200, лучше 1000 косточек, посадить густо, посадить так, как садят помидоры, даже еще густо. А потом будет, что будет. Будет позвать телевидение, она пропиарится, и это будет здорово. Тогда это будет, наверное, включено программа биологии, она будет первая в России. Она может погореть, если все это опять мыши съедят. Или, если с умом, да с вашей помощью, да с моими материалами. А почему я у меня выписать, кроме Костик, еще и книгу, которая готова в энциклопедии. Вот. Там буквально пункт за пунктом. Вот. И, если всерьез, озадачить наш директор, озадачить учителей биологии, вот, выделить участок под густо-густо посадки, а потом пусть мыши едят, все не съедят. И тогда она может стать российской знаменитостью. Пришло такое время. Время пришло. Вот. И сейчас она знает или не знает, что 18 тысяч агроклассов в сельской местности, а ведь что-таки у вас областной город, в сельской местности, 18 тысяч агроклассов будет создано. Вот. Все это будет похерено так же, как было похерено при Милысенко. Вот. Все было так, все так же. Хотели сделать эти самые опытные, опытные агростанции и начали делать. Вот. С абсолютно безграмотным народом. Было? Было. Вот. А здесь все-таки пусть его директор послушает все, что я вам сейчас наговорил. Пусть она будет все это знать. Вот. И тогда я все-таки продолжу этот разговор с вашим участием. Я потрясаюсь. Сейчас я не так часто выхожу на вебинары, но то, что я вчера, например, услышала про вот этот воздух под орехами, это просто потрясающе, что насколько они полезны, насколько стерильная среда. Я так вижу, что он просто чудесный. Это просто явление для нашей местности. Такая редкость вот эти орехи. Оказывается, еще вот такая польза от них. Хотя я знаю, что там орехи и видела, и пробовала. Но что, в десятку попадаем? Еще не попадаем в десятку. Это еще надо доказать. Вот. А попробуйте, если я это президенту Академии наук предложу. Допустим, я предложу это самое министру сельского хозяйства, или я предложу министру, который, это, образование, министру высшего образования и науки, министру, там, что там дальше следует еще? Ага, медицинскому министру. В общем, всех этих министров, и они меня все пошут так далеко. Меня за чего закрывали этот самый, ой, я даже говорить не буду. Заблокируют чертовой матери. Сейчас надо, чтобы каким-то образом, окольными путями, до министра это дошло. Что то, о чем мы говорим, это вы сразу поверили. Делается роща из манчжурских орехов, или из манчжурских абрикосов. Вот. Допустим. И не обязательно только из этого, есть еще варианты. И тогда под ними будет особая аура, которая будет лечить людей. Но то, что мы поверили сходу, это не доказано. Это, допустим, если тот же директор школы вас поймет, кроме абрикосов, выпишут у меня сотню-две кострик, вырастет рощу специальную. Дети будут растить и просто учиться, садить, ухаживать, все это будет. Но одновременно вырастет роща, которая будет носить имя, не Железова, нет, она будет носить имя санаторной рощи. И там будут школьные уроки проходить, классы, там будет наука вокруг вас вертеться, замерять состояние воздуха, концентрацию в воздухе, то-то-то-то-то. Будут проходить аллергии или не будут. Будут ли у людей, как их назвать, астма смертельная, не смертельная, будет ли это или не будет. Все это директор, если послушать нас с вами, вы же его преподнесете прям не то что своими словами, но лучше бы все-таки, я не последний человек в садоводстве, и в России даже, вы это знаете, иначе бы не дружили со мной. Если вы просто этот ролик включите, послушайте Железова. Если все это, а вдруг, директоров у нас тысячи, тысячи. Сейчас я скажу страшную вещь, послушайте меня. Значит, она для меня страшная. Один из моих учеников в Усть-Абаканском районе, даже говорю где, в Усть-Абаканском районе, он выписал у меня косточек, приехал, купил там со скидками, без скидок, ничего не помню. Вырастил, начал торговать саженцами этих же абрикосов. Вот, никто не покупал, и он взял, но не пропадать же добро, пришел к директору одной из Усть-Абаканских школ и сказал, давайте посадим сад. Директор его послал. Нет, не садить. Он послал его гораздо дальше. Почему? Ему наверняка не хотелось этим взять. Просто, вот чем хороший ваш директор? Представляете, чем он хорош? Потому что к нему пришел чек с готовыми саженцами, сказал, давайте посадим в школьный сад. Я научу, я покажу, как садить. Я сам поучаствую в посадке, пусть дети учатся. Директор сказал, нет, вырастут плоды, и дети ими отравятся. А на самом деле, что он имел в виду? Сказать, нахрен мне этот сад нужен, нахрен мне головная боль. Это не настоящий директор. Вот. Это просто обыкновенный чинуша. Попавший в кресло директора. Это одна из школ усть Абаканского района Хакасии. Вот так. Теперь дослушаю вас до конца. Получается, что сад. Вот у меня 70 саженцев, кроме ореха, абрикосов и слив. Ну, это же здорово. Это же здорово. Просто я превратил свой участок в сад. Я же говорю, дал нам создатель на планете, вот, рай. Мы должны этот рай вернуть. Вот это я уже злоупотребляю вашим вниманием. Вы себя плохо чувствуете. Ну, вот, пока что вот на таком уровне всё остаётся. Извините за отвлечение. Я хоть завтра буду ждать. Вы знаете, когда вот все будете чувствовать нормально, тогда порассуждайте. Наберите, порассуждайте, я с удовольствием послушаю. Потому что я понимаю ваше состояние. Честно сказать, мне вот будет 70, блин. Болит всё. Болят ноги, болят мышцы. Вроде бы не так. Так, сейчас мы перейдём с вами на болячки. Мне 74. Вот. Болит там, болит тут. Вот. И получается, что давайте мы про это грустно не будем. Мы прожили славную жизнь с вами. Вы ветеран труда, я ветеран труда. Мы прожили славную жизнь. Теперь мы за это расплачиваемся. Мы себя не жалели. Так? Вот. Сейчас что получается, когда я прослушал вот это ваше сообщение. Да я забыл про всё, что вам говорил. Ой, у меня это... Я плохо чувствую, я лежу. Ой, это всё. Всё забыл, когда вы сказали про директора, что директор готов посадиться. Сразу шерсть дымом. Глаза горят. И тут же я Тоня говорю, Антонина, пожалуйста, это... Значит, разрешите мне сделать этот фильм. Он никого не обидит, ни директора, не захочет с нами возиться. Просто не забыл. Может, он другое что-то имел в виду, говоря о саде. Но он попросил вас помочь. А кроме вас некого помочь. Когда я про вас несколько фильмов снял, когда они попали в Ютуб, когда десятки тысяч человек его посмотрели, тогда просмотров было больше, я ждал реакцию, что Антонина Обскоголева найдётся в каждом районе, не районе, а это абсолютно много, хотя бы в каждой области, в каждой республике, хотя бы по одной. Вы как были одна, так вы одна осталась. Несколько человек сказало, мы посадим аллеи, с вашей кости к выросим саженца. Несколько человек сказало, мы посадим ваши абрикосы в это, где-то возле монастыря. Несколько человек сказало, всё лишнее мы раздадим, продадим. Нет, продадим это в последнюю очередь, раздадим родственникам, раздадим друзьям, просто раздадим. Вот это, потому что сдуру вырастает много, а куда девать-то, не выбрасывать же, не рубить же эти же самые абрикосы молодые. Вот, вы были и остались одна, сейчас вся надежда на вас. Дайте мне Бог ещё пару лет прожить, я успею захватить, когда вы подружитесь с новым директором. Когда вы директору дадите мои данные, и он ко мне напрямую обратится. А ещё надо, чтобы у меня 20 дисков, они уникальны, их должны кто сейчас изучать? Биологи, школьные биологи, есть такая профессия, школьная биология. Школьные биологи ничего не умеют, теорию знают, среди них есть умницы, есть красные дипломы, всё есть, но это самое главное, они не знают. Они не умеют выращивать деревья. Стандартная посадка дерева – это смерть, это болезни, это потом эти 40 обработок ядами, только потому что не знают они, не научили их, не выпускают. Кем бы они были до этого? Закончил, есть несколько профессий, которые дают право работать школьным учителем. Биолог, эколог, ботаник, кто там ещё есть. И всё равно бесполезно. Ничему. Они могут детей научить то, что в книгах. В книгах всяких, ой, нельзя, чтобы директор школы-то слышал. Очень много сложного, ненужного материала, который ничего не даёт, кроме мозги, мучить мозги детей и вызывать отвращение. А мы с вами знаем, как. Так что получится, что вы скажете, пусть с вами работают, пусть со мной нудным связываются напрямую. Я же не буду пальцы-то гнуть. Понимаете, что я намекаю? А 20 дисков учебных, чтобы изучили их, да я просто подарю. В электронном виде подарю. Пускай кто-то из учителей, а вдруг она, так сказать, на свою сторону, ваш директор молодой, перетянет учителей. Учителей-биологов, которые будут эти же диски показывать. Наверное, в школе вместо школьной доски смелом. Наверное, как же там есть эти же самые, с большим экраном, виде, эти, демонстрационные, эти, экраны, наверное, есть уже. Всё, я буду заканчивать, я размечтался. Всё, я ничем не болею. Всё. Антонина, вы тоже выздоравливайте срочно. Последний бой, он трудный самый. А он мятежный, просит Бори. Ну что, спасибо вам. Всё, я уже мечтаю о том, как я буду участвовать в этом деле, если надо директору. Да вас одной хватит. Даже не на одну школу, на все. Не применяетесь. Почему? От вас уже самое главное. Только самый момент. Вот здесь, как его назвать-то? Краеугольный момент. Вот это сделаешь, будет, Сад? А вот именно вот этого не сделаешь, не будет. А вы один из редких человек в России, который это знает. Вот. Спасибо вам за поддержку, спасибо вам за доверие ко мне. Ну, до свидания. Я выговорился. Вот. Надеюсь, директор вашей школы не такой, как той у Абаканской, который испугался. Да, я вот просто не захотел загружать свои мозги. А может, ему никто не объяснил, что можно сделать пиар и сделать карьеру. До свидания, Тоня. Антонина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok